Уважаемые гости, мы рады приветствовать вас сегодня на празднике творчества. На нашем вечере необычный мастер-класс. Проведет его почетная гостья библиотеки, художница и дизайнер, создатель арт-студии «Рисуй как Ван Гог» Екатерина Бабакина. Прямо на ваших глазах родится оригинальное творение. Гитара в стиле Ван Гога. Об этом художнике мы с вами узнаем совсем скоро. А пока открывает нашу программу коллекция медальонов императорского монетного двора в шедевре мировой живописи. На этих медальонах копии бессмертных полотен, которыми не устают восхищаться все ценители искусства. Это мировое наследие, которое великие художники разных эпох оставили после себя. Об этих картинах стоит знать каждому. Кто догадается, о каком шедевре пойдет речь? Когда художник независимо от века изобразил нам на картине человека, то ту картину назовем сомнений нет, конечно, не иначе, как... Этот небольшой портрет называют самым известным, самым обсуждаемым и самым пародируемым в мире. Подсказка. Ее улыбку вот уже более пяти столетий пытаются объяснить многие ученые и историки. Конечно же, это картина Мона Лиза, еще одно ее название Джоконда, или портрет госпожи Лизы дель Джоконда. Самая известная картина великого живописца Леонардо да Винчи. Она не покидает стен Лувра в Париже, одного из самых крупнейших музеев мира, где она находится в отдельном зале под пуленепробиваемым стеклом. Многие люди, любуясь этой картиной, чувствуют взрыв эмоций от восторга до умиротворения. Продолжим открывать шедевры. Автор следующей картины, также Леонардо да Винчи, изобразил сцену последней трапезы Христа со своими учениками. Кто знает, что такое трапеза? Прием пищи за общим столом. Отгадать название картины можно и способом от обратного, отбрасывая названия, которые наименее всего подходят к описанию. Итак, последняя трапеза Христа с учениками. «Тайная вечеря» – знаменитая фреска Леонардо да Винчи, так же, как и Джокондо, она написана более 500 лет назад. Сложнее всего художнику удалось написание двух персонажей – Иисуса и Иуды – как олицетворение добра и зла. Однажды Леонардо да Винчи увидел в церковном хоре юного певчего, настолько одухотворенного и чистого, что сомнений не осталось. Вот он, прототип Иисуса, олицетворение добра для его тайной вечери. Оставалось написать Иуду олицетворение зла. Художник часами бродил по самым злачным местам, выискивая модель для написания. И вот почти через три года ему повезло. В канаве валялся абсолютно опустившийся тип. Художник привел его в мастерскую. Уже после того, как образ Иуда был написан, бродяга подошел к картине и признался, что уже видел ее раньше. Три года назад он был совсем другим. Вел правильный образ жизни и пел в церковном хоре. Именно тогда к нему подошел какой-то художник с предложением написать с него Христа. Так, согласно мнению историков, Иисус и Иуда были списаны с одного и того же человека в разные периоды его жизни. Это еще раз подчеркивает тот факт, что добро и зло идут так близко, что иногда грань между ними можно даже не заметить. На следующей картине художник изобразил время года, которое раньше не пользовалось большой популярностью у художников. Картина Питера Брейгеля «Охотники на снегу». Другое ее название – «Зима». До появления этого шедевра художники предпочитали изображать более веселенькие картинки, а не суровые, скрытые под снегом пейзажи. И мы с вами движемся дальше. Это Нептуна дом, и русалки живут в нем. Тридцать три богатыря ночевать идут туда. Следующий шедевр демонстрирует всю мощь и необузданную красоту стихии воды. Полотно «Девятый вал» создано Иваном Айвазовским более 150 лет назад. Существует легенда о том, что волны во время шторма имеют различную высоту. И та волна, которая идет девятой по счету, самая опасная. Она имеет такую разрушительную силу, что способна разбить все корабли на мелкие кусочки. Если после девятой волны удавалось выжить, то появлялась реальная возможность спастись. В этой картине есть и загадка. Здесь не показано основное, самая большая волна с разрушительной силой. Тот самый «Девятый вал». На переднем плане мы видим нескольких моряков, упорно цепляющихся за обломки сокрушенного штормом корабля. Моряк, находящийся в стороне, указывает рукой на ту самую волну. Он один из всех заметил эту реальную опасность. Своим указательным жестом он пытается предупредить товарищей по несчастью, но те отвлеклись на другие дела. Этот человек будто бы говорит зрителю, все, что изображено на картине, не имеет значения. Самое главное и опасное для жизни находится за ее пределами. Открываем следующий шедевр. Молодой художник был поражен зрелищем впряженных в лямку людей, грязных, оборванных и резко контрастирующих с нарядной публикой. «Бурлаки на Волге» картина Ильи Репина ровно 150 лет назад произвела фурор на всемирной выставке в Вене, столице Австрии. «Бурлаками» называли наемных рабочих, которые в сезоны большой воды тянули на себе судно против течения с помощью бичевы. А художника, написавшего следующий шедевр, можно назвать прирожденным пиарщиком. Он не раскрыл имени изображенной женщины и ни разу не прокомментировал содержание полотна. У кого какие идеи, о картине с каким названием идет речь. Уже больше ста лет мы ломаем голову над вопросом, кто же она, кем на самом деле была неизвестная Ивана Крамского. Неизвестная героиня литературного произведения, а может это дочка художника или его племянница, есть версия, что неизвестная фаворитка императора или крестьянка, ставшая дворянкой. Наконец, возможно, это просто выдумка художника. Собирательный образ, и такой женщины не существовало, именно этой версии придерживаются по сей день искусствоведы. Крамской создал собирательный образ, но какой смысл вложил в этот образ художник? Может, он просто хотел написать пленительную красавицу и заодно продемонстрировать свое мастерство? Чуть розоватый от мороза петербургский воздух и наряд героини с множеством фактур, мех, кожа, атлас – все это впечатляет не меньше самой красавицы. Переходим к следующему шедевру. Их цветами называют, но не дарят и не рвут, И на свадьбе все желают, девять месяцев их ждут. Любят больше всех на свете. Поняли? Ведь это… Эта картина пронизана атмосферой жизнерадостной юности. Девочка с персиками. Валентина Серова написана в 1887 году. Как же зародился сюжет этой картины. Художник гостил в то время в подмосковном имении Абрамцева у Мамонтовых. Был теплый солнечный летний день. И вдруг в гостиную вбежала старшая дочь купца Верочка и схватила со стола персик. Разгоряченная после игры в казаки-разбойники, Такая счастливая, беззаботная, Она поднесла его к лицу и, зажмурившись, вдохнула приятный аромат. Автор следующего шедевра обратился к изображению ярких красок тропической природы И туземных натурщиц, одна из которых стала впоследствии его женой. Картина «Когда свадьба» Поля Гогена написана на одном из островов в Тихом океане, Таити, Куда художник прибыл в надежде найти райский сад, нетронутой цивилизацией. А в следующем пейзаже соединились две страсти художника – цветы и живопись. Картина «Водяные лилии и японский мост» Клода Мане. Там, где поселился художник, находился пруд, который он окружил цветами, Дополнил яркими водяными растениями и построил небольшой деревянный мостик. Получившийся пейзаж так понравился мастеру, что стал его излюбленным сюжетом на последующие, внимание, 30 лет. Продолжим открывать шедевры. Как информацию ты постигаешь? Воспринимаешь? Запоминаешь? Нужно потом ее сохранить, чтобы успешно воспроизводить? Работы художника Сальвадора Дали привлекают внимание необычным сочетанием деталей. Эта картина вошла в историю как самое его известное творение. Картина «Постоянство памяти». Незыблемый пейзаж каталонского побережья в Испании. Сухая олива и знаменитые текучие часы. На ярком ребре геометрически правильного камня еще одни часы, на которых удобно примастилась муха. В нижней части мы дотыкаемся на нечто, похожее на голову с длинными ресницами, поверх которой расплавились еще одни часы. А в левом нижнем углу муравьи пожирают бронзовый циферблат времени настоящего. Откроем новый шедевр. В этой картине художник отражает гармоничный цикл природы. Четыре настроения времен года. Женские образы Альфонса Мухи определили идеал красоты для целого поколения. Природа снова оживает, и ледины по реке плывут. Сосульки о зиме рыдают. Цветов своих деревья ждут. Весна. Нимфа славянской внешности с огненно-рыжими волосами. Любимый персонаж автора. Что держит она в тонких пальцах? Побег или его вую ветвь? Это музыкальный инструмент. Арфа с тонкими струнами. Ее слушатели птицы. Вестники прихода тепла и таяния снега. Листья опадают. Моросят дожди. Травы увядают. Лето позади. Мокрая погода. Все серо вокруг. Это время года. Женщина-осень. Визитная карточка творчества художника. Ее образ олицетворяет плодородие и достаток. Она собирает ягоды в керамическое блюдо. Добротная и щедрая картина земной осени. Спокойной, увядающей, но по-своему прекрасной. Женщина-лето опустила босы и ступни в прохладу воды. Венок спелых маков украшает волосы красавицы. Листва уже начинает сохнуть, а сока приобретает размытую дряхлость зелени. Все умирает от жары. Раскрылась нежные объятия. Деревья все одела в платья. Стоит холодная погода. Какое это время года? И, наконец, женщина-зима пытается скрыться от холода в одеяле, но оно не приносит ей ожидаемого тепла. Художник изобразил женщину, сидящей на руке дерева, которое словно укутывает ее от мороза и ветра. А на ветках дерева лежит воздушный снег. Нежные и лукавые нимфы со струящимися локонами, в платьях, подобных пене, или в драгоценной оправе тяжелых одежд, не спадающих складками. Большую часть женских портретов художник Альфонс Муха написал по фотографиям его очаровательных моделей. Их лица и жесты – настоящее произведение искусства, ловко воспроизведенное художником на холсте. Давайте попробуем определить вместе, какая модель какой картине соответствует. С какой фотографией художник написал тот или иной шедевр. Попробуем запомнить позу и жесты этой красавицы. Чем они отличаются от тех, что мы видим на этом шедевре? А здесь? Опишите разницу этих моделей. Мы нашли совпадение? Отлично! Знакомимся со следующей фотографией. Рассмотрим позу и жесты еще одной красавицы. Здесь мы сразу видим разницу. Сравниваем дальше. На каком из шедевров наибольшее совпадение? Проверяем. Мы нашли уже два совпадения. Осталось еще два. Интересно, на создание какого шедевра вдохновила художника Альфонса Муху красавица, запечатленная на этой фотографии? Ищем совпадение. И слева мы видим результат усилий художника и модели. Остается последняя неоткрытая фотография. И у нас все четыре совпадения. Продолжим собирать пазлы. Смотрим, какой из шедевров был создан благодаря этой фотографии. Под номером один, два, три или четыре. Итак, у нас есть первое совпадение. Усложним задачу. Теперь будем подбирать фотографию к рисунку. Модель под каким номером была воспроизведена на этом шедевре. Ну что же мы на середине пути? А теперь внимание! Если бы этот рисунок был черно-белым, нам было бы сложно определить, какое из этих трех изображений картина, а не фотография. Итак, какая модель изображена на этом шедевре? Выбор очевиден. И последняя красавица, для которой осталась одна последняя фотография, с которой Альфонс Муха написал свой неповторимый шедевр. Мы справились со всеми заданиями, и перед нами изумительные образы, которые художник навечно запечатлел в своих картинах. Кстати, а как звали этого художника? Прекрасное и, наконец, творчество всемирно известного художника Винсента Ван Гога представит одно из самых ценных произведений в истории искусства – «Звездная ночь». Эта картина стала источником вдохновения для многих поколений художников, которые и поныне находят в ней что-то особенное и значимое. Многие считают этот шедевр иконой искусства, символом свободы и творчества. Ван Гог родился и вырос в Голландии и окончил престижную частную гимназию. У Винсента была фотографическая память. Он много читал и писал, знал английский и французский языки, не считая родного голландского. К тому времени, как он решил стать художником, Ван Гог успел попробовать себя в нескольких профессиях – арт-диллера, учителя и даже пастора. «Звездная ночь» – одно из самых знаковых и знаменитых произведений Ван Гога. Ночное небо с выразительными спиралями звезд и облаков вызывает сильный эмоциональный отклик у зрителей своей красотой и загадочностью. «Картина излучает тайну и магию ночного неба, бездна Вселенной погружает нас в мир грез и фантазий». «Я ничего не знаю наверняка, но ведь звезд заставляет меня мечтать», – говорил художник. «Он осознавал космос как бесконечное загадочное явление, перед которым человек застывает с чувством восторга и смирения». Ван Гог считал бесполезным пытаться писать вещи такими, какими мы привыкли их видеть и знать. Для этого же есть фотография. «Я очень хочу нарисовать звездное небо», – признавался Ван Гог своему брату Тео. «Мне часто кажется, что ночь окрашена гораздо богаче, чем день. В ней есть все эти глубокие оттенки фиолетового, синего и зеленого. Если хорошенько всмотреться, можно заметить, что одни звезды – лимонно-желтые, другие – розовые или зеленые, голубые или цвета незабудок». Художник воспроизвел свои эмоции и внутренний мир на холсте, используя темные оттенки синего и желтого, бесчисленные короткие мазки и густо нанесенная краска. Ван Гог скрадывал контуры вещей, позволяя окружающим предметам смешиваться и таять вместе с цветами. И это еще больше усиливает ощущение движения и энергии. Художник хотел передать красоту ночи, которая для него была гораздо более живой и богатой, чем день. Мир ночью не замирает, не погружается в сон, а продолжает свой бег. Композиция картины наполнена по-настоящему космической энергией. Ночное небо, усеянное звездами, занимает три четверти полотна. Закрученные узоры похожи на волны, из-за чего само небо напоминает бурное море. Звезды Ван Гог пишут не как одинокие точки, а как центры вселенной, сердца далеких миров. Лунное свечение озаряет темные силуэты деревьев и домов, создавая сказочную атмосферу. На переднем плане высится кипарис. Подобно пламени он взвивается к небу. Символически кипарис можно рассматривать как мост между землей и небом. Дома символизируют уют и обыденную жизнь, в то время как звездное небо отражает более высокую реальность и стремление к чему-то большему. Картина «Звездная ночь» пронизана символикой и смыслом, заставляя зрителей задуматься о бесконечности и неизведанности неба, а также о глубине человеческой души. Многие художники находили вдохновение в этом шедевре Ван Гога и пытались передать его эмоции и стиль. Некоторые создали свои собственные версии «Звездной ночи», повторяя мотивы и композицию. И сегодня наши гости Катя Бабакина творила в стиле Ван Гога, расписывая гитару. Давайте же поаплодируем ей! Мы благодарим вас за внимание и приглашаем продолжить знакомство с творчеством художников в наших играх, которые мы подготовили специально для вас. Вот мы взяли краски в руки и не стало в доме скупить, чтобы было веселей, я же краски не шалей. Это правда, но чего ж, что скрывать? Дети любят, очень любят рисовать на бумаге, на асфальте, на стене и в трамвае на окне. Вот вам тетя жарит мышку, рядом кот, он ловит мышку, но никто не разберет, где же тетя, где же кот. Это правда, но чего ж, что скрывать? Дети любят, очень любят рисовать на бумаге, на асфальте, на стене и в трамвае на окне. Это что же за зверушка? Много ног, одна макушка, то ли зверь за раканок, то ли очередь в ларек. Это правда, но чего ж, что скрывать? Дети любят, очень любят рисовать на бумаге, на асфальте, на стене и в трамвае на окне. Вот мы взяли краски в руки и не встала в доме скупить, чтобы было веселей, ящик краски не жалей. Это правда, но чего ж, что скрывать? Дети любят, очень любят рисовать на бумаге, на асфальте, на стене и в трамвае на окне. Это правда, но чего ж, что скрывать? Дети любят, очень любят рисовать на бумаге, на асфальте, на стене и в трамвае на окне. Это правда, ночи можно скрывать Дети любят, очень любят рисовать На бумаге, на асфальте, на стене И в трамвае на огне И в трамвае на огне рисовать Краски не шалей Дети любят, очень любят рисовать На бумаге, на асфальте, на стене И в трамвае на огне Вот вам тетя жарит мышку Рядом кот, он ловит мышку Но никто не разберет, где же тетя, где же кот Это правда, ночи можно скрывать Дети любят, очень любят рисовать На бумаге, на асфальте, на стене И в трамвае на огне Это что же за зверушка? Много ног, одна макушка То ли здесь сороконок, то ли очередь в ларек Это правда, ночи можно скрывать Дети любят, очень любят рисовать На бумаге, на асфальте, на стене И в трамвае на огне Вот мы взяли краски в руки И не встала в доме скупи Чтоб было веселей Я с ней краски не жалей